Всем привет! С вами Михаил, вы на канале Pixel Trade. К нам наконец-таки приехал телевизор TCL X11J98 дюймов. Совсем недавно в анонсе мы рассказали об основных фишках этого устройства. Сегодня на практике посмотрим, что оно из себя представляет. Поговорим о технических характеристиках, поиграем на нем, посмотрим, есть ли разрывы. Ну и, конечно же, сравним с другими телевизорами плюс-минус такой же дюймовки, которые есть на рынке. Немного о компании TCL. Она производит и проектирует телевизоры, коммуникационное оборудование, стиральные машины, холодильники, мелкую бытовую технику и многое-многое другое. В рейтинге по производству телевизионных панелей Global TV Manufacture она занимала третье место по состоянию на 2019 год. Более подробно об этой компании мы рассказали в нашем обзоре на телевизор TCL C935. Подсказка будет в правом верхнем углу. TCL X11J абсолютная новинка 2023 года. Имеет обычный дизайн. Рамка выполнена из пластика с алюминиевыми вставками. Экран глянцевый. На задней стороне располагается крепление веса и крепление для кронштейнов. Мы рекомендуем брать фирменные кронштейны от компании TCL. Это дополнительная опция, они не входят в комплектацию обычного телевизора. Выглядят они примерно вот так. Четыре металлические пластины, которые устанавливаются на заднюю часть телевизора. При помощи них можно спокойно прикрепить телевизор к стене. Есть два варианта комплектации. Первый с ножками, второй без ножек для установки на стену. У нас как раз второй вариант. Габариты устройства. Длина 218 см. Ширина 41 см. Высота 125 см. Крепление на стену 60 см. Вес 66 кг 800 г. Телевизор большой и в одиночку установить у вас его не получится. Поэтому рекомендуем обратиться к профессионалам. Матрица. Главное в любом телевизоре. Здесь она 8-битная VA. Разрешение экрана оригинальное 4К. Частота обновления экрана 120 Гц. Имеет 5184 зоны подсветки. Пиковую яркость 5000 нит. И поддерживает коэффициент контрастности 50 миллионов к одному. Что в среднем в 10 раз выше средней яркости телевизоров. Цветовое пространство DCI-P3 охвачено на 98%. Оптический материал устойчив к пожелтению. Кроме того, TCL X11G оснащен 1296 чипами-драйверами. Использует двунаправленную 16-битную запатентованную технологию. Она обеспечивает 65 тысяч уровней точного управления светом и точного управления цветовой температурой. Телевизор имеет функции защиты глаз, защиты от мерцания, защиты от синего света, адаптивного окружающего света, естественного освещения и технологию MEMC. Задержка передачи сигнала по HDMI кабелю составляет 1000 миллисекунд, что в целом выше среднего показателя в 500-800 миллисекунд. Цветы передачи тут действительно хорошие. Показываются цвета ярко и четко. Матрица здесь точно 8 бит. Это видно по цветовым градиентам и переходам от одного к другому. Резкость здесь тоже хорошая. Играть мы будем на PlayStation 4 Pro. Картинка плавная. HDR отрабатывает хорошо. В целом очень даже играбельно. Думаю, для геймеров это устройство хорошо подойдет. Основой телевизора стал четырехъядерный процессор Lingao M2, работающий в паре с 4 гигабайтами оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 гигабайт. Операционная система у этого устройства на китайском и английском языке. Только наша компания в комплекте дает вот такую приставку. Просто вставляете ее в свободный HDMI-слот и вуаля, ваш телевизор на русском языке. Более подробно о том, как работает эта приставка, мы рассказали в предыдущем обзоре. Подсказка будет в правом верхнем углу. Он имеет беспроводные соединения Bluetooth 5.0 и модуль Wi-Fi 6, поддерживающий 2.4 и 5 ГГц, а также порты. Порт USB 2.0, Ethernet, 4 HDMI, антенна, еще один порт USB 2.0, AF-IN, AUX 3.5 мм и SPDIF. Также снизу на боковой стороне располагается порт USB 3.0. Пульт сделан из приятных материалов. Спереди это алюминий, сзади это пластик. На задней стороне располагается отсек для батареек, питается от двух батареек формата 3А. Первые две идут в комплекте. На передней панели располагаются кнопки управления, включение-выключение, мут, разрез для микрофона, выбор порта. Три настраиваемых кнопки. Сюда вы можете поставить, например, ваше любимое приложение или магазин приложений. Дальше панель навигации, право-лево-вверх-вниз, окей. Следующее это получается домой, назад, меню. Дальше кнопка голосового управления, управление громкостью и кнопка настроек. Есть еще одна кнопка сбоку, это панель управления яркостью. Звук здесь достаточно мощный, 8 встроенных динамиков мощностью 10 Вт. Оснащен восьмиканальной аудиосистемой Onco 4.2.2, Hi-Fi аудио и четырьмя независимыми чипами-усилителями мощности. Суммарная мощность 80 Вт. Набор технологий достаточно стандартный. Dolby Atmos и DTS Virtual X. Звук объемный и чистый, громкости хватает, но любителям мощного баса, думаю, придется докупить сабвуфер. Основное преимущество этого устройства это, конечно же, адаптивная яркость, большой охват цветового пространства. Вкупе с интеллектуальными технологиями это позволяет получить максимально качественную, четкую и контрастную картинку. Даже самые сложные кадры и картины воспроизводятся очень хорошо и качественно. Рынок 98 и 100 дюймовых устройств достаточно большой. Чтобы вам проще было сделать правильный выбор, мы сравним это устройство с двумя телевизорами от Hisense и Redmi. Мы уже снимали на них обзор, подсказка будет в правом верхнем углу. Все телевизоры имеют одинаковое разрешение и тип матрицы, а вот дюймов больше всего у Redmi, но разница незначительна. По частоте обновления экрана результаты тоже примерно одинаковые, соотношение сторон одинаковое у всех. По яркости с большим отрывом выигрывает TCL, разница в несколько раз очень солидная. По цветопередаче самый большой охват также у телевизора TCL. Покрытие экрана выбирайте на свой вкус. Мне больше нравится глянцевое, поэтому плюс достается Redmi и TCL. Набор технологий у них не сильно отличается. По звуку Hisense и TCL примерно на равных, но если вы хотите больше басов, то Hisense будет лучшим выбором в силу наличия сабвуферов. Если же вы хотите больше объема звука, то TCL будет лучше показывать себя в силу большого количества динамиков. Ну а у Redmi самые маленькие показатели. Чтобы получить максимум удовольствия от просмотра видео и игр на данных телевизорах, рекомендуем приобрести комплект дополнительной акустики. Обзоры на самые интересные мы снимали, подсказка будет в правом верхнем углу. По весу и габаритам Hisense и TCL будут меньше Redmi, но в любом случае при установке лучше обратиться к профессионалам. По цене разница не сильная. Самый дорогой TCL, самый дешевый Hisense, Redmi посередине. Цены примерные и актуальны только на момент съемки данного видео. Если вы обожаете матовый экран и басистый звук, берите Hisense. С другой стороны, если вы хотите яркое и качественное изображение и объемный звук, стоит обратить внимание на TCL. Ну а если вам необходим максимально большой размер, то стоит выбрать Redmi. Также под заказ мы можем привезти любую технику из Китая, от электроники до мотоциклов и детских игрушек. Чтобы узнать подробности, обращайтесь к нашим менеджерам. Подводя итог, хочу сказать, что компания TCL всегда славилась высокой яркостью своих телевизоров без потери качества изображения. И эта модель, пожалуй, является апогеем. Владелец получит, во-первых, высокое качество изображения, дальше большой охват цветового профиля DCI-P3. К тому же звук здесь тоже очень хороший и объемный. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Также будем рады вашему лайку и подписке. До скорых встреч на канале Pixel Trade. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok